В серии «Множество лиц страха» мы говорим о том, что страх приходит к нам в различных масках, и мы должны узнавать его. Он может выглядеть как сомнение, может выглядеть как злость, как нетерпение. Но если вы не понимаете, в чем корень всех этих проблем, то вам придется собирать плоды и ожидать еще больших плодов, потому что вы не вырвали корень. И сегодня мы разберем личину страха под названием «сомнение». Знаете, всю свою христианскую жизнь я слышал о сомнении. Я понимаю, что это такое, но хочу сказать, как оно связано со страхом, и насколько опасно для нас не разбираться с сомнением в нашей жизни. Итак, давайте хором прочитаем 2 Тимофею. 1 глава, 7 стих. Готовы? Читаем. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Итак, Бог не придумал страх. Он не дал нам духа боязни. И, пожалуйста, поймите, что страх не от Господа. Страх — это неестественное чувство. Вы скажете, «Но в страхе нет ничего плохого». У всех есть какие-то страхи. Во-первых, вы про всех не знаете. Аминь. А во-вторых, вы утверждаете неверное. Бог — творец всего естественного. И если бы страх был естественным чувством, то Бог был бы его творцом. Но он не творил страх. И теперь мы понимаем, что если смиримся со страхом, то будем терпеть его всю жизнь. А если будем терпеть его, то он осквернит нашу веру. Страх и вера подчиняются одним и тем же духовным законам. Вера — отслышание, а слышание — от Слова Божьего. Страх приходит от слышания того, что противоречит Божьему Слову. Итак, что происходит, если человек не знает Писание? Он постоянно открывает себя тому, что противоречит Слову. Понимаете, если вы не знаете Божьего Слова, вас легко обмануть, и вами можно воспользоваться. Если вы не знаете Слова, у вас будет больше уверенности в таком противоречии, как это звучит очень правдоподобно. Даже не зная, что по этому поводу говорит Библия. А мы с вами живем в то время, когда Библия находится под атакой критики. Наша вера под атакой критики. Под сомнение ставится все, во что и в кого мы верим. И вам нужно знать, во что вы верите, потому что духи Антихриста восстанут, чтобы убедить вас в том, что вы верите неправильно, что Слово неверно, что никакого дьявола нет, и Бога на самом деле тоже нет. Есть человек. Вы должны знать, кто вы во Христе. Вам нужно читать Библию, чтобы вас нельзя было обмануть, когда все это начнется. Если быть откровенным, это все уже началось. Я никогда не видел столько телевизионных программ, доказывающих и опровергающих существование Бога и дьявола. Однажды я спросил одного человека, вы хотите узнать, существует ли дьявол? Тогда посмотрите в зеркало. И действительно, если вы говорите, что дьявола не существует, то, во-первых, утверждайте, что Божье Слово не истинно. В Библии написано, что Господь создал Люцифера. Описано все, что с ним произошло, и много других подробностей. Мы живем в последнее из последних дней. Мы видим столько извращений, как никогда раньше. Мы видим людей, которые занимаются сексом, как будто в этом ничего такого нет. И люди не чувствуют себя виноватыми. Они просто говорят, «Ну, я сделал это, поэтому Богу придется либо простить меня, либо нет». Мы живем в последнее из последних дней. Мы живем в то время, когда плохое называют хорошим. Хорошее называют неизвестно как. Но если вы этого не заметили, все это просто безумие. Образ мыслей людей. И сатана атакует нашу молодежь. Он не хочет допустить тех, кто отремонтирует пробоину до последующего пробуждения. Следующее пробуждение будет среди молодежи. И коснется наших подростков. Молодежь принесет пробуждение. И дьявол трепещет, потому что на них двойная порция помазания, которая даст нам победу. И он улыбается, потому что ему кажется, что он побеждает, так как заставил отойти некоторых из наших детей. Но он не понимает, что только добавляет нам свидетельств. Эх. И вы должны принять решение, что когда на вашу жизнь придет атака, вы будете сражаться. Не позволяйте дьяволу прийти и уничтожить вас. Боритесь. И сегодня я хочу поговорить об этом. Потому что если вы не исправите эту область вашей жизни, она лишит вас победы. Нам нужно разобраться с сомнениями и с тем, каково их предназначение. И я молюсь о том, чтобы после сегодняшней проповеди в вашей жизни не осталось никаких сомнений. Вы начинаете мерить свои сомнения голодом. Повернитесь к соседу и скажите, «Умори свои сомнения голодом». Повернитесь к другому и скажите, «Корми свою веру». Итак, страх не от Бога. Страх происходит от противоречий Божьему Слову. Итак, позвольте мне пояснить вам это. Вера от слышания, а от слышания от Слова Божьего. Страх тоже от слышания, от слышания того, что противоречит Слову. Без веры угодить Богу невозможно. А сатане невозможно угодить без страха. Без веры невозможно увидеть Божьего Царства. Без страха нельзя увидеть проявлений этого мира. В книге Иова, 3 главе, 25 стихе написано, «Ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня». Итак, страхи могут воплощаться в жизни, поэтому вам нужно проверить, чего вы боитесь. Потому что если вы не разберетесь со своими страхами, то они навлекут на вас то, чего вы боитесь. Так же, как и вера. Страх – это извращенная форма веры. Это оскверненная вера. И страх, если вы позволите ему существовать, материализует невидимый страх вашей жизни. И однажды это постигнет вас. Размышляйте о тех обетованиях, которые дал вам Бог. Это замечательный способ развеять страхи. Каждый раз, когда в вашем разуме происходит страх, замените его на то, что говорит Слово. И это нужно делать сознательно. Вы понимаете меня? Приходят мысли о смерти, а вы говорите, «Нет, я насыщен долготою дней». Вам нужно научиться делать это. Это нужно практиковать. Любой может целыми днями сидеть и размышлять о той лжи, которую дьявол закидывает в ваш разум. Это называется беспокойство. Любой может сидеть и беспокоиться целыми днями. Но вместо этого можно принять решение и размышлять о том, что принадлежит тебе в Божьем Царстве. Вместо болезни я буду размышлять о здоровье. Вместо недостатка я буду размышлять о Божьем обеспечении. Вместо оков я буду размышлять о свободе. Это решение нужно принять в тот момент, когда беспокойство атакует вас. Ваш разум – это арена веры. Вы одерживаете победы и терпите поражение на арене вашего разума. То, что вы допускаете в свой разум, определяет то, что будет происходить в вашей жизни. И как только на ваш разум приходят атаки, защищайтесь. Нет, слово говорит не так. Вот как говорит слово. И отбросьте все посторонние мысли. Вы помните игру Пакман? Как только в мою голову приходит плохая мысль, я определяю себе стих из Писания в виде Пакмана, который съедает эту плохую мысль. Слава Господу! Почему? Потому что Божье Слово действует, если я применяю его. А если я делаю то, чего не должен делать, то не получу того, что обещает Библия. Но если я буду делать то, что говорит Слово Божье, то обрету победу и мир, буду спокойно спать ночью. Потому что я уверен в Библии. Приходить в церковь нужно не для того, чтобы просто получить приятные ощущения. В церковь нужно ходить, чтобы получить оружие, которым вы сможете бить дьявола, когда придете домой. Вы меня слышите? Воскликните, я победитель! Нужно делать то, о чем я говорю. Приходит плохая мысль. Вы пленяете эту плохую мысль согласно 5 стиху 10 главы 2 послания к Коринфянам. Вы приведете все свои мысли в послушание Божьему Слову. Что бы это ни была за мысль, говорите. Так, а что об этом говорит Слово? И если мысль не соответствует Библии, тогда вы должны позволить ей победить эту мысль. Приходит другая мысль. Вы ее не спровергаете и заменяете Словом. Вы можете сказать, а как насчет похоти? Дорогая, как насчет похоти? Вы должны уже об этом знать. Когда к вам приходят похотливые мысли, вы знаете, что не должны этого делать, и что ваше тело — храм Святого Духа. Я прославляю Бога в моем храме и дам отчет за все, и в тот же момент все ваши желания уйдут. Так, давайте вернемся к нашей теме. Но вы понимаете мою мысль? Все происходит вот здесь. Из слов, которые вы слышите, и образов, которые вы видите, формируются мысли. И с этими мыслями лучше разобраться сразу, потому что ваши мысли определяют ваши чувства. И если вы не разберетесь со своими мыслями, то они определят ваши чувства. Если вы не разберетесь со своими мыслями, то они определят ваши чувства. А ваши чувства определяют то, какие решения вы принимаете. А как только вы принимаете решения, они переходят в действие. Однако сражения можно выиграть еще в разуме. Победа приходит в разуме. Вы должны подчинить то, что противоречит Божьему Слову. Нельзя позволить этим противоречиям задерживаться в вашем разуме, чтобы они не развились и не произросли из вашего разума и духа в вашу жизнь. Вы должны хорошо следить за своими мыслями. Это необходимо, потому что я покажу вам, что сомнение связано с мыслями. А если вы не умеете следить за ними, то вас будут бомбардировать мысли, возникающие из образов и слов. Понимаете? Если вы будете слушать глупца, то начнете думать как глупец. А глупец говорит в своем сердце «Бога нет». И вы должны узнавать эти мысли, чтобы поймать их и не спровергнуть. Как? Божьим Словом. Но послушайте, я знаю, что повторяюсь, и уже сто раз говорил об этом. Пока Иисус не придет, я повторю это еще сто раз. Мысли нельзя не спровергнуть мыслями. Плохие мысли нужно не спровергать Словом. Я хочу, чтобы вы сделали это еще раз. Подумайте про себя. То есть не открывайте рта. Я хочу, чтобы вы начали считать про себя. Начинайте. А теперь скажите вслух свое имя. Что произошло со счетом? Да, ему пришлось остановиться. Ему пришлось остановиться, потому что вы открыли рот и сказали Слово, которое принесли вам новые мысли. Именно это нужно делать, когда к вам в голову приходят глупые мысли. Нужно открыть рот и начать говорить Божье Слово. Поэтому, если в вашу голову залетела мысль, вы думаете, о Господь, я не смогу оплатить счет. Не знаю, как это буду делать. О Господь. Нет, нет. Не нужно сидеть и думать об этом. Начните говорить. Бог мой, да восполнит всякую нужду по богатству своему в славе. Я приношу десятину. Я посеял семя. А когда вы даете, то дается вам. И что происходит? Вы обрываете эту мысль и не спровергаете ее. Доктор объявил вам диагноз, но вы думаете, ну все, я умру. Доктор сказал, что я умру. Нельзя сидеть и размышлять таким образом, потому что страх этой плохой мысли принесет это в вашу жизнь. Как только приходит такая мысль, вы открываете рот и говорите, я не умру, но буду жить, и совершу все, что мне предназначено. Мой Бог говорит в своем слове, что я исцелился его ранами. Кровь была пролита. Я принимаю свое исцеление прямо сейчас. Я живу не своими чувствами. Я живу верой. Вы должны произносить то, что хотите увидеть в своей жизни. Последнее, что вы скажете, будет последней вашей мыслью. А, но вы не хотите этого делать, потому что думайте, что это не обязательно. Это совсем не обязательно. Бог знает мои мысли. Да, знает. И говорит при этом, вот это была плохая мысль. Вы должны принять решение пользоваться данной вам властью. Ничего не произойдет только потому, что вы об этом знаете, или потому, что Бог об этом знает. Это не произойдет, пока вы не сделаете то, что должны сделать на этой стороне света. И если вы не откроете рот, и не начнете говорить Слово Божье, и если не возьмете контроль над своими мыслями, то поражение вашей жизни начнется с разума, где вы не разобрались с этими негативными мыслями. Вот с чего все начинается. Вы не можете называться христианами и не разбираться с отрицательными мыслями, противоречащими Божьему Слову. Так нельзя. Так нельзя. Каковы мысли в душе человека? Что дальше? Таков и он. То есть мы представляем собой. Наша жизнь есть демонстрация того, насколько хорошо мы управляем своими мыслями. Вот что это значит. Это очень просто, но все же недостаточно для многих. Ну и как это мне поможет оплатить счета? Если вы перестанете думать как нищий, то не станете нищим. Банкротом становится тот, кто мыслит как банкрот. Вы меня слышите? Итак, что такое сомнение? Сомневаться, значит не решаться. Сомнение есть неверие. Если более детально, это значит не доверять и считать маловероятным. Это недостаток веры. Сомнение означает, что вы не уверены. А неуверенность может быть причиной того, что приведет вас к стрессу. Давайте теперь обратимся к книге Бытие, третьей главе. Итак, вам нужно разобраться со своими мыслями. Вы должны разобраться со своими мыслями. Поймайте себя в следующий раз, когда начнете волноваться. Волноваться или думать о том, что противоречит Божьему Слову. Измените это. Вы можете это сознательно изменить. Нет, я не буду так думать. Я буду думать так. И произнесите то, что вы собираетесь думать. Не пытайтесь вести молчаливую борьбу в своем разуме. Люди, подумай, что вы сумасшедший. Откройте свои уста и начните властвовать над своими мыслями с помощью слов. Вы можете властвовать над своими мыслями с помощью слов. Именно поэтому действенно произносить вслух Божье Слово, особенно когда ваш разум подвергается атаке. Когда в ваши мысли приходит страх, скажите вслух, Бог не дал мне духа боязни, поэтому я не принимаю этот страх и не испровергаю этот страх во имя Иисуса Христа. Я хожу верою, а не видением. Я верю Богу. Верю Его Слову. Делайте это снова и снова. Повторяйте снова и снова. И к концу дня этой мысли уже будет страшно показываться у вас в голове. Начните думать, размышлять о Божьем Слове. Вам придется делать это. Вы знаете, когда я говорю молитесь, это значит нужно встать и молиться. Мне кажется, что некоторые христиане думают, да, это он не всерьез. Этого делать не обязательно. Это он просто изображает духовность. Нет. Это надо делать обязательно, потому что дьявол дает нам жару из-за того, что мы не делаем то, что нужно делать каждый день. Мы просто духовные профаны. К нам приходит мысль, а мы говорим, да? Точно. Не делайте так. Откройте уста и произнесите слово против этой отрицательной мысли. А откуда вы знаете, что мы этого не делаем? Я могу посмотреть на вашу жизнь. Поверьте мне, я знаю, что вы этого не делаете. Я никогда не видел столько извращения в церкви Иисуса Христа, сколько вижу сегодня. Думаю, что большинство людей делают следующее. Они приходят в церковь, сидят и выглядят ханджами. Я проповедую, а не слушают слово, возвращаются домой, а когда приходит испытание, они ничего не помнят. Если вы мне не верите, просто придите сегодня домой и часа через три спросите тех, кто был с вами в церкви, о чем сегодня говорил пастор? Так, что-то не припомню. Сейчас, сейчас. Что-то о голоде. О мыслях, о сомнениях, о нас. Не знаю. Надо кого-то уморить голодом. Не знаю. Но проповедь была хорошей. Но что в ней хорошего, если вы даже не можете ее вспомнить? Почему вы все хлопаете? Наверное, вы знаете, что все сказанное мной правда, и вы сами так делали, и всегда хотите что-нибудь новенького. Я не собираюсь проповедовать еще сотню новых проповедей. Я буду проповедовать одно и то же снова и снова, пока до вас не дойдет. «Итак, как покорять негативные мысли?» Словами. Это значит, что вы действительно делаете это. Вы должны делать, что я говорю. Выполняйте. Выполняйте. вера является верой только в момент исполнения. Вера не есть вера, когда вы услышали. Вера не есть вера, пока вы не исполните. Вера и неверие проявятся в момент выполнения, когда ты делаешь или не делаешь. Так что можно очень четко понять, когда ты веришь во что-то, а когда не веришь. Все проявляется в момент выполнения или невыполнения. Когда вы пойдете домой после проповеди, и к вам придет негативная мысль, и вы ничего с ней не сделаете, тем самым вы говорите, «Я не верю в то, что я сейчас слышал из Слова Божьего». И это неверие. А в Библии сказано, посмотрите на это, боязливые и неверные. Два этих качества идут вместе. Если вы не делаете то, что услышали сегодня, значит, вы не верите. Значит, вы боитесь, вдруг у вас не получится. Помните, сомнение исходит из недоверия Богу. И поэтому, если вы услышите что-то из Слова и не исполните, значит, вы в неверии. А если вы в неверии, значит, вы в страхе. А самый великий страх, который сатана хочет навести на верующих, это страх того, что все, сказанное Богом в Его Слове, не работает. Когда вы не выполняете то, что слышите в Его Слове, то вы в неверии. Если вы в неверии, то вы в страхе. В каком страхе? В страхе, что Божье Слово не сработает. Вы не делаете этого, потому что не верите, что оно работает. Получается, что страх парализует вас, чтобы Бог не смог ничего сделать. И теперь присутствует страх, и сатана может свободно действовать в вашей жизни, поскольку неверие — это страх. Страх. Я не верю, что Божье Слово действует. Я не буду этого выполнять. Если вы не выполняете, то даете сатане лицензию и разрешаете действовать в вашей жизни. Так что не надо приходить, надевать на себя религиозную маску и говорить, «О, да, я верю». Не думаю, что вы верите. Я могу увидеть вашу веру только в момент выполнения. О, аллилуйя! Я верю в приношение десятин. В момент исполнения, вот когда мы доказываем свое доверие Богу. Я верю, что Бог действует в молитве. Правда? А ты молился сегодня утром? Нет. Ты не веришь. О чем ты говоришь? Ты не веришь в то, чего не выполняешь. Видите, я не верю, что из моих лопаток вырастут крылья, если я спрыгну с крыши. И я это продемонстрирую тем, что не буду прыгать. Вы улавливаете мою мысль. Видите, мы отходим от религии и подходим к настоящим живым отношениям с Иисусом Христом. И я не хочу создавать церковь, полную религиозных людей. Я хочу воспитать радикальных верующих, которые будут не только слушать Слово, но и исполнять его. Но что говорит Библия? Будь не только слушателем Слова, но будь кем? Исполнителем. Не обманывайтесь. В чем обман? В том, чтобы думать, что вы верующие слушанием. Я за годы повидал много проявлений Святого Духа и планирую увидеть еще больше. Я знаю, что Слово работает. Я устал от того, что люди говорят. Я сделал, но... Уберите себя с дороги, и вы увидите, что Божье Слово работает. Я этого не терплю. Божье Слово работает. Оно работает всегда и будет работать для вас. Божье Слово не смотрит на лица. Оно сработает для вас. Вам не обязательно все время заниматься сексом и курить травку. Вам не обязательно постоянно грешить. Вы не обязаны делать все то, что вы делаете. Вы можете быть свободны от этого, потому что если Сын освободит вас, то истинно свободны и будете. И это действие Слова. Итак, вам нужно поверить в это. Вам нужно уйти из этого дома, если вы не замужем за этим парнем. Вы с ним не женаты. Вам с ним нечего делать вместе. Поэтому вы должны жить раздельно, если вы верите в это. И Писание не изменилось. Без святости никто не увидит Господа. Что значит быть святым? Быть заодно с Богом. Если Бог говорит, что это правильно, вы тоже говорите, что это правильно. Что делает Бог, то делаете вы. Мы проигрываем битву, но мы не должны проигрывать. И я не собираюсь больше играть в церковь. Глаза мои видели славу пришествия Господа. Приведите свой дом в порядок, ибо Иисус придет раньше, чем вы думаете. Я знаю, что для вас это ничего не значит, пока вы не умрете. Ну да, конечно. Ну да, подумаешь. Ну да, да, да. Это пастор опять сбился. Ну он проповедник, ему положено так думать. Ладно, когда вы умрете, так и будет. Очень быстро. Быстрее секунды. Вы умрете и окажетесь в аду. О боже, это правда. Это на самом деле существует. Но тогда уже будет поздно. Ад существует. Небеса существуют. Сатана существует. Бог существует. Ангелы и демоны существуют. Когда вы закроете глаза, это будет конец физического мира. Но в этот миг вечность только начинается. Мне не нужно сидеть и дискутировать с кем-то, существуют небеса или ад. умри. Ты плохой. У меня ствол. Вот пуля. Убей себя. Умри. Ладно, умри. А потом знаешь, вернись в виде бабочки или чего-нибудь и расскажи нам, что ты в аду, потому что ад — это реальное место. А вы здесь сидите, слушайте Евангелие безумца. И вам говорят, что небес нет, что ада нет. Так может говорить только ограниченный человек. Вы знаете только то, чему научил вас другой человек. Но человек, который учил вас, не знал всего. И тот, который учил его, тоже не знал всего. И вот у вас ограниченные знания. Вам известно только то, что знал кто-то другой. Как же можете вы, которые знаете, мало, советовать безграничному Богу? Он говорит то, что знает. Ух. И если вы не знаете, сколько, сколько знает Бог, это не значит, что его знания не верны, из-за того, что вам это недоступно. Есть много того, чего вы еще не знаете. Но всезнающий, всевидящий, вечный, безграничный Бог, который знает все, позволил вам узнать маленькую... фу... песчинку знания. И вы, которые не знаете ничего, продолжаете спорить о том, правда ли то, что сказал Бог, или нет. Что с вами? Всех ваших ученых степеней вместе взятых все равно будет недостаточно, чтобы понять Бога. И тем не менее, Бог дал нам такую возможность. В момент исполнения, вот когда мы доказываем свое доверие Богу, я верю, что Бог действует в молитве. Правда? А ты молился сегодня утром? Нет. Ты не веришь. О чем ты говоришь? Ты не веришь в то, чего не выполняешь. Видите, я не верю, что из моих лопаток вырастут крылья, если я спрыгну с крыши. И я это продемонстрирую тем, что не буду прыгать. Вы улавливаете мою мысль? Видите, мы отходим от религии и подходим к настоящим живым отношениям с Иисусом Христом. И я не хочу создавать церковь, полную религиозных людей. Я хочу воспитать радикальных верующих, которые будут не только слушать Слово, но и исполнять его. Но что говорит Библия? Будь не только слушателем Слова, но будь кем? Исполнителем. Не обманывайтесь. В чем обман? В том, чтобы думать, что вы верующий слушанием. Я за годы повидал много проявлений Святого Духа и планирую увидеть еще больше. Я знаю, что Слово работает. Я устал от того, что люди говорят. Я сделал, но... Уберите себя с дороги, и вы увидите, что Божье Слово работает. Я этого не терплю. Божье Слово работает. Оно работает всегда и будет работать для вас. Божье Слово не смотрит на лица. Оно сработает для вас. Вам не обязательно все время заниматься сексом и курить травку. Вам не обязательно постоянно грешить. Вы не обязаны делать все то, что вы делаете. Вы можете быть свободны от этого. Потому что если Сын освободит вас, то истинно свободны и будете. И это действие Слова. Итак, вам нужно поверить в это. Вам нужно уйти из этого дома, если вы не замужем за этим парнем. Вы с ним не женаты. Вам с ним нечего делать вместе. Поэтому вы должны жить раздельно, если вы верите в это. И Писание не изменилось. Без святости никто не увидит Господа. Что значит быть святым? Быть заодно с Богом. Если Бог говорит, что это правильно, вы тоже говорите, что это правильно. Что делает Бог, то делаете вы. Мы проигрываем битву, но мы не должны проигрывать. И я не собираюсь больше играть в церковь. Глаза мои видели славу пришествия Господа. Приведите свой дом в порядок, ибо Иисус придет раньше, чем вы думаете. Я знаю, что для вас это ничего не значит, пока вы не умрете. Ну да, конечно. Ну да, подумаешь? Ну да, да, да. Это пастор опять сбился. Ну он проповедник, ему положено так думать. Ладно, когда вы умрете, так и будет. Очень быстро. Быстрее секунды. Вы умрете и окажетесь в аду. О боже, это правда. Это на самом деле существует. Но тогда уже будет поздно. Ад существует. Небеса существуют. Сатана существует. Бог существует. Ангелы и демоны существуют. Когда вы закроете глаза, это будет конец физического мира. Но в этот миг вечность только начинается. Мне не нужно сидеть и дискутировать с кем-то, существуют небеса или ад. Умри. Ты плохой. У меня ствол. Вот пуля. Убей себя. Умри. Ладно, умри. А потом, знаешь, вернись в виде бабочки или чего-нибудь и расскажи нам, что ты в аду. Потому что ад — это реальное место. А вы здесь сидите, слушаете Евангелие Безумца. И вам говорят, что небес нет, что ада нет. Так может говорить только ограниченный человек. Вы знаете только то, чему научил вас другой человек. Но человек, который учил вас, не знал всего. И тот, который учил его, тоже не знал всего. И вот у вас ограниченные знания. Вам известно только то, что знал кто-то другой. Как же можете вы, которые знаете, мало, советовать безграничному Богу? Он говорит то, что знает. Ух. И если вы не знаете, сколько, сколько знает Бог, это не значит, что его знания не верны, из-за того, что вам это недоступно. Есть много того, чего вы еще не знаете. Но всезнающий, всевидящий, вечный, безграничный Бог, который знает все, позволил вам узнать маленькую... фу... песчинку знания. И вы, которые не знаете ничего, продолжаете спорить о том, правда ли то, что сказал Бог, или нет. Что с вами? Всех ваших ученых степеней вместе взятых все равно будет недостаточно, чтобы понять Бога. И тем не менее, Бог дал нам такую возможность. Утверждаю это прямо сейчас. Я утверждаю это. Когда все закончится, я буду сидеть где-нибудь на золотой улице, потому что уверен, что она будет золотой. И там будет такое маленькое окошко, через которое я буду смотреть на других, которые попали в другое место, и говорить им, «Разве я вас не предупреждал?» Я пытался сказать вам об этом. А они будут говорить, «Давай, пастор, замолви за нас словечко». Но я не смогу замолвить за вас словечко. Если бы Бог изменял свои решения, значит, Он лгал бы нам обо всем. Но я пытался сказать вам об этом. Вы не думали, что все так серьезно? Может быть, вы считали, что с дьяволом можно договориться? Или не верили в его существование? Но он существует, не так ли? Сейчас вы понимаете то, чего не понимали раньше. Да? Назовите то чудовище, которое затянуло веревку на вашей шее. Как его зовут? Итак, мы не делаем то, что делали раньше. Мы не считаем спасение душ таким уж важным делом. Это бесполезная трата времени, спасать души и рассказывать людям об Иисусе. Я же понял эту истину. Значит, и вы поймете ее. Или вы говорите так? Я не считаю спасение душ важным делом, потому что я не верю, что это все меняет. Да, дела. Это правда. Молодые люди, это правда. Иисус вернется. А что касается орального секса, это тоже секс. Потому что такие желания исходят из сердца. Иисус сказал, «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Остановись, милая. Это Божье тело. Это Его тело. Остановись. Тебе не нужно этого делать. Остановись. Если ты делаешь то, что запрещено, это не делает тебя крутой. Не делай этого. Это не круто быть бисексуалом. Это не круто. Такая фраза, как «это круто» таково оправдание этого мира. Можно спать с Иваном и Марией, а потом сказать себе, что все в порядке, но искажение истины — это грех. Знаете почему? Потому что искажение истины грозит осуждением на смерть в аду. Вам нужно сдерживать себя. Вы не единственные, кто претерпевает искушение. Послушайте, искушение — это не что иное, как поддержка вам со стороны небес. Потому что в Слове Божьем написано, что нет искушения, которое пришло бы на вас, и которого вы не смогли бы преодолеть. Если вы переживаете в своей жизни искушение, Бог говорит вам, «Я не позволю вам быть искушаемыми сверх того, что вы могли бы перенести». Если к вам приходит искушение, у вас всегда есть способность, чтобы его преодолеть. Вам не нужно ложиться в постель с Джимми. Вам не нужно выходить из себя и вести себя недостойно. Если к вам приходит искушение, у вас сил больше, чем достаточно, чтобы одержать над ними победу. Думайте больше о себе. Дорогая сестра, вам не нужно ложиться в постель с мужем другой жены. Вам не нужно этого делать. Брак – это то, что вы должны свято чтить. Конечно, можно размышлять. Мне все равно, женат он или нет. Сейчас другое время, другие нравы. Я тоже хочу получить удовольствие. Не надо меня поучать. Но вы не можете так думать. Потому что тем самым вы приводите в беспорядок свою жизнь, портите свою и жизнь других людей. Вы даже не знаете, в чью семью вы влезаете. Может быть, повесить табличку на той постели, чтобы вы знали, чью семью вы разрушаете. Только не говорите, что это пастору вздумалось обличить нас сегодня. Если вы хотите быть христианами, у вас должны быть признаки того, что вы действительно христиане. Покажите доказательства вашего христианства. Ведь мы не должны поступать так, как поступает этот мир. Я хочу, чтобы вы знали об этом. И чтобы вы могли принять решение, посещать вам церковь или нет. Хочу сказать, что если вы уже решили отправиться в ад, зачем тратить свое время на церковь? Если так, не приходите сюда. Не тратьте время попусту, слушая Слово Божье. Вы все равно не верите этому. Ведь вы не чувствуете ничего, что побудило бы вас поднять к небу руки. Вы уже решили отправиться в ад. Так зачем впустую тратить время, стараясь быть милыми? Просто ругайтесь на всех подряд. Идите домой и закатите там такой скандал, какого еще не бывало. Используйте для этого все, что возможно. Просто крушите все на своем пути. Сядьте и закурите. Выпейте Мэтт Дог или Ред Леди, если вам хочется делать это. Не останавливайтесь на полпути. Если вы хотите быть дьяволом, будьте им. Просто включите полную скорость. Используйте нецензурные слова весь день. Создайте свой собственный язык. Но тогда не растрачивайте свое время впустую, приходя в церковь и якобы молясь Иисусу со слезами на глазах, как будто для вас это что-то значит. Для чего мы все это делаем? Вы сделаете это через минуту. Поднимите руки вверх в качестве оправдания. Я больше не могу выносить этого беса. О, если вы останетесь здесь надолго, он уйдет. Сатана! Выйди вон! Бля! Я по горло сыт дьяволом. Я по горло сыт лицемерием и слабыми христианами, которые не могут постоять за то, во что они верят. Я больше не хочу этого видеть. Каждый раз, когда я буду выходить за кафедру, то буду открывать банку с негодованием. Я хочу, чтобы дьявол знал, что единственный способ, как вы можете закрыть мне рот, вы никак не можете его закрыть. У вас нет власти закрыть мне рот, потому что у меня есть полное право воевать с врагом, и никакие нападки с его стороны не могут причинить мне вред. Воскликните! Воскликните! Здесь нет места страху! Что вы будете делать? Что? Я хочу сказать, во что вы будете верить? Если вы хотите быть спасенными, стремитесь к спасению, говорите, как спасенные люди, давайте, как спасенные люди, молитесь, как спасенные люди. Вчера я видел одного парня. Чудак, да и только. Это ж надо умудриться так носить брюки. Наверное, вы видели, как некоторые здесь носят брюки. Я подумал про себя. Вышла бы какая-нибудь женщина замуж за такого человека, который даже брюки нормально надеть не может. Знаете, он не в состоянии заплатить за электричество и не может нормально натянуть на себя брюки. Он не умеет воспитывать детей. Этот парень не сделает ничего, чтобы иметь дом вашей мечты, потому что он даже брюки надевать не умеет. Все, что он хочет, это оставаться с брюками, надетыми наполовину, когда вторая их половина при этом где-то болтается. Некоторые говорят, я не знаю, как справиться со своими чувствами, поэтому мне нужна помощь. Не смотрите так на меня. Я это не про вас. Что вы пытаетесь сказать? Ваша незащищенная плоть знает, что я пытаюсь сказать. Вам нужно научиться сдерживать себя, если вы не справляетесь со своими эмоциями. Сдерживайте свою плоть. Это даже не ваш дом. Это храм Святого Духа. Продолжайте держаться за эту истину. Если бы Бог хотел этого для вас, Он наделил бы вас этим при рождении. О, Боже, помоги мне! Я слишком честен сегодня! Слишком честен сегодня! Боже, помоги мне! Помоги мне, Господи! Я слишком честный! Боже, они ищут проповедника, который будет идти на компромисс с их образом жизни! О, Боже! Филиппийцам, первая глава. Двадцать восьмой стих. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели. А для вас спасение. И сие от Бога. В современном переводе написано, «И не бойтесь ни на мгновение, и не смущайтесь ни в чем своих противников и неприятелей». Знаете, что можно назвать минутным страхом? Сомнения. Знаете, что такое минутный страх? Это серьезное сосредоточение на противоречиях Слова Божьего. Серьезное сосредоточение на противоречиях Божьего Слова. Это и есть сомнение, когда у вас больше веры в ложное понимание, чем в истинное. Когда у вас больше веры и уверенности в противоречиях, которые вы слышите, чем в самом Слове. Это называется сомнением. Павел говорит, «Не на мгновение, ни на мгновение не бойтесь и не смущайтесь». Что происходит, когда у вас хотя бы на мгновение появляется страх? В этот момент вы переключаетесь на противоречие. Позвольте мне показать вам, что происходит, когда мы начинаем сомневаться. Откроем первую главу послания Иакова. Одно мгновение страха называется сомнением. Для этого достаточно всего лишь мгновения. Одно мгновение страха называется сомнением. Мысль в вашей голове может промелькнуть за одно мгновение, а вдруг не получится. Но допросить с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Послушайте, этот же стих в современном переводе. Просящий должен просить с верой без колебания, нерешительности, сомнения, ибо тот, кто колеблется, пребывает в нерешительности и сомнении, подобен вздымающимся волнам в море, который гонит ветер то туда, то сюда, и швыряет во все стороны. Воистину, да не думает такой человек. Какой человек? Человек, который сомневается и колеблется. Да не думает такой человек получить что-либо из просимого от Господа. Бог говорит, что такому человеку даже и думать нечего о том, чтобы просить что-либо у него. Почему? Потому что сомнение человека останавливает действия Божьи. Матфея 14 глава. Я хочу, чтобы вы все со мной поразмышляли над этим. Это очень интересно. И это идеальная иллюстрация того, о чем я сегодня говорю. И тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. Итак, Иисус посадил своих учеников в лодку и отправил их на лодке на другую сторону моря. Как вы думаете, как Иисус хотел встретиться с ними? И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря. Иисус был на горе, а лодка в море. И била волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Смотрите, здесь возникает сомнение. Вы что, правда верите, что Иисус шел по воде? Нет? Я верю в это только потому, что Слово Божье говорит об этом. Я абсолютно, недвусмысленно верю, что Он шел по воде. И мне не важно, что об этом говорит философия или логика. Я верю все равно. Иисус шел по воде. Откуда вам известно, что Он шел по воде? Слово Божье говорит, что Иисус шел по воде. Откуда вам известно, что это слово от Бога? Может быть, оно написано человеком? Не могу разговаривать с вами. Почему? Потому что вы глупы. Не собираюсь тратить на это свое время. Иисус шел по воде. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились. Буквально, они были напуганы. Они боялись и говорили, это призрак, это призрак, это дух. И от страха вскричали. Ученики боялись. Но Иисус тот час заговорил с ними и сказал, «Обудритесь! Это Я! Не бойтесь!» Петр сказал Ему в ответ, «Докажи!» «Господи, если это Ты, повели Мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал, «Это Я! Иди!» Единственная причина, по которой Иисус говорит тебе идти, потому что Он зовет тебя. Я прошу тебя, не потому что ты можешь это сделать, но потому что Я зову тебя. Но иди, не сомневайся, потому что Я зову тебя. О, Иисус! И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и начав утопать. Но вот чего я не могу понять. Если вы задумали идти по воде, то при чем тут ветер и волны? Можно подумать, что в ясную погоду это задание было бы легче выполнить. Послушайте, я пытаюсь сделать это. Включил христианскую музыку, надел одежду для крещения. А-а-а, отличный день! Светит солнышко, ветра нет, и я шагнул вперед. Могу с полной уверенностью сказать, что ветер никак не влияет на ваше желание пойти по воде. Но все же Петр сказал, дует ветер, пожалуй, я не пойду. Что же случилось? Почему он начал тонуть? 31 стих. Иисус тотчас простер руку, поддержал его, и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? А сейчас я попытаюсь разобраться с теми людьми, которые проповедуют на этот отрывок. Они учат нас, что у Петра было мало веры. Вы шутите? Вы называете хождение по воде маловерием? Петр шел по воде. Да, но он начал тонуть. Да, но ведь он шел до того, как начать тонуть. И это вы называете маловерием? Это большая, гигантская вера. Да, но почему же тогда веру Петра называют слабой? Потому что его вера не была продолжительной. Она имела характер короткого всплеска. Она была подобна краткому взрыву энергии. Его вера была сильной, но короткой по длительности. Наверное, так же случается и с некоторыми из вас. Надеюсь, ваши сердца горят огнем. Надеюсь, вы готовы выйти отсюда со словами «Я буду жить для Иисуса!» Слава Богу! Я больше не буду стыдиться Его! Аллилуйя! Дьявол, готовься! Я выхожу! А через три часа... Ой, что-то я сомневаюсь. Я не знаю, смогу ли я сделать что-нибудь. Ваша вера была сильной, но не продолжительной. Вы покупаете беговую дорожку. Вы готовы приступить к тренировкам. Но теперь ваша беговая дорожка служит вешалкой для одежды. Ваша вера была сильной, но не продолжительной. Иисус называет Петру причину, почему его вера не была продолжительной. Это сомнение. Разрешите мне объяснить вам это. Страх утонуть стал для Петра толчком к тому, чтобы начать тонуть. Сомнение отвратило веру и превратило ее в страх. Здесь возникает вопрос. Почему вы допустили вторую мысль? О, короткий всплеск веры! Почему ты допустил вторую мысль? Вот в чем заключается сомнение. Первая мысль — это мысль веры. Иисус сказал, «Иди, я иду по воде». Петр пошел по воде, а дьявол сказал, «Посмотри, ведь дует ветерок». Он подтолкнул Петра ко второй мысли, «Может быть, я не смогу». Почему вы допустили себе вторую мысль? Каждый раз, когда вы допускаете вторую мысль, это тут же срезает вашу веру. Сильная вера умирает от второй мысли. О чем была вторая мысль? О том, что противоречило Слову Божьему. Первая мысль была, «Я знаю, что Бог сказал это». Работа сатаны заключается в том, чтобы послать вам вторую мысль. Еве было сказано, «Не ешь плодов с дерева». Вторая мысль была, «Тебе можно есть плоды? Ты не умрешь». Разве вы не знаете, что сегодняшний мир пытается навязать нам вторую, ложную мысль? Разве вы не знаете, что все ток-шоу именно об этом? Что все средства массовой информации работают на это? Они пытаются навязать вам вторую мысль. Поэтому на исторических каналах говорят, что нашли новые гробницы, и, возможно, среди них есть гробница Иисуса. Не слушайте эту ерунду. Разве вы не знаете, что люди пишут глупые книги о том, что, возможно, Иисус был женат, а его мать Мария не была девственницей? Дьявол пытается подбросить вторую мысль. Потому что если она попадет в разум, то ваша вера умрет. Это называется сомнением. Вторая мысль может быть такой. Секс до брака – это не так уж плохо. Может быть, сексуальные извращения – тоже не совсем плохо. Это вторая мысль. Может быть, не давать десятину? Это тоже вторая мысль. Любое противоречие в красивой обертке предназначено для того, чтобы вызвать у вас вторую ложную мысль. Знаете, что печально? Что большинство людей принимают вторую мысль. Так же поступил Петр и начал тонуть.